А рассматривается ли возможность того, что этот проект может быть закрыт, или всё-таки он действительно будет реализован, это окончательное решение? Спасибо. Что касается, кто у нас является основным партнёром, кто второстепенным, я сказал бы так. Германия – основной потребитель наших энергетических ресурсов. Это само по себе ставит нас в определённое положение друг для друга в сфере энергетического сотрудничества. Мы поставляем сегодня в Германию, если говорить о природном газе, 40 миллиардов кубических метров газа, примерно. И Германия, повторю я, самый большой, конечный потребитель. Если мы осуществим проект, о котором вы сейчас спросили, если часть природного газа со Штопманского месторождения, а это огромное, просто уникальное мировое месторождение с запасами 3,7, может быть, 4 миллиарда кубических метров, триллиона кубических метров газа, триллиона, оно будет разрабатываться не менее 50-70 лет. И если мы с этого месторождения, как и просила меня об этом когда-то на одной из наших первых встреч в Москве госпожа федеральная канцлера, переориентируем часть этих ресурсов на Европу и, прежде всего, на Германию, это будет означать, что Германия будет получать дополнительно к тем 40 миллиардам, которые она получает сегодня. В течение всего этого огромного периода времени около 50-55 миллиардов кубических метров газа ежегодно. Это значит для Германии, что она превращается не просто в потребителя, а в крупный европейский центр по распределению российского газа в Европе. Это меняет, собственно говоря, энергетическое лицо Германии в этом смысле и повышает её роль в европейских энергетических делах. Мы делаем это сознательно, исходя из того, что Германия – крупнейший потребитель наших энергоресурсов. Естественно, мы уделяем самое пристальное внимание реализации проекта североевропейского газопровода, потому что, если он не будет реализован, то, значит, этим планам сбыться не удастся. А мы, и я уверен в этом, германская экономика заинтересованы в реализации этих планов, но мы не собираемся делать это в ущерб экологии. Мы будем сотрудничать с экологическими организациями, мы будем проводить самые жёсткие экспертизы и выполнять все их требования для того, чтобы, безусловно, обеспечить требования экологических служб. Я исхожу из того, что проект северного газопровода будет реализован, и планы этого как раз на хорошем пути. С моей точки зрения, нужно вновь и вновь демонстрировать, и мы это делали уже несколько раз, демонстрировать то, что этот проект не направлен ни против кого, и что, если существует критика, то, конечно же, нужно давать определённое объяснение, что такой проект не направлен ни против кого. Мы являемся при... Можно предсказать, что произойдёт, и поэтому в том, что касается количества поставок, я могу только ещё раз указать на то, что только что сказал российский президент. Мы в Германии исходим из того, что этот проект станет реальностью. Я от телеканала ЦДФ. И у меня также есть вопрос в том, что касается экономической области, экономических отношений. Хочу спросить вас обоих, насколько вы говорили о том, что российская сторона желает также участвовать в конкретных германских предприятиях? Газпром, например, хочет участвовать в ИАДС. И насколько господину президенту мешают стать инвестором в Европе? И насколько госпожа федеральный канцлер становится немножко запугана российским инвестором в Европе? И, господин Путин, вопрос вам. Насколько вы чувствуете себя здесь в Дрездене как дома? И какие у вас есть воспоминания об этом городе? В том, что касается вопроса моего чувства, должна сказать, что Германия – это уверенное в себе государство, экономически сильное государство. И мы, конечно же, всегда открыты по отношению к нашим всем партнерам, по кооперации. Это отвечает самой сущности рыночной экономики. Это также отвечает мысли и духу европейского внутреннего рынка. Это свободная, открытая, либеральная экономика. И, конечно, это должно происходить на основе четких и надежных контрактов, которые, выходя за наши границы, играют важную роль. Я могу сказать, что, конечно же, интересы российских предприятий, состоящие в том, чтобы создать ситуацию win-win, когда выиграют обе стороны, это понятно. Я думаю здесь о таких кооперациях, как, например, с EON, ROGAS или с BASF. Это очень успешные примеры для кооперации. Важно для того, чтобы мы работали и сотрудничали, основываясь на одинаковые принципы. Поэтому мы часто говорим об энергетической хартии, которые для нас являются важным элементом, который принесет необходимую стабильность. Это часто является вопросом дискуссии между Россией, Европой и Европейским Союзом. Но в том, что касается принципа, то нет никакой причины отгораждаться от России. Я прекрасно понимаю, что Россия и российские предприятия хотят здесь, в Европе, зарекомендовать себя для нас. О нас, обо всех, если бы это было не так, говорили бы о том, что мы только пускаем мыльные пузыри. В том, что касается свободной экономики между предприятиями существуют независимые договоренности. Мы только присутствуем потом на подписании каких-то соглашений. Но как раз с германской стороны здесь экономика и предприятие действуют абсолютно независимо. Что касается нашей инвестиционной активности, я ослышался, либо вы оговорились, «Газпром» никогда не собирался покупать ЕДС. У него совершенно другой бизнес. Но один из наших банков действительно приобрёл 5-процентный пакет этой компании. Я уже говорил на встрече в Компьене во Франции. У нас нет никаких планов недружественного поглощения. Это очень чувствительный бизнес. Всё, что сделано банком по приобретению пакета 5-процентного ЕДС, связано с его работой на финансовых рынках и на рынках ценных бумаг. Упала стоимость этой компании, и банк воспользовался ситуацией и приобрёл этот пакет в надежде на то, что он потом сможет на этом заработать. Мы хотим сотрудничать с нашими европейскими партнёрами и хотим диверсифицировать наши отношения. И это, кстати говоря, на пользу, безусловно, как российской, так и европейской экономики. Во всех отношениях на пользу. Аэрокосмическая сфера является одной из приоритетных и перспективных, в сотрудничестве. Мы говорим сегодня о сотрудничестве в космосе применительно к созданию новых пилотируемых аппаратов. Мы говорим о робототехнике. Мы говорим о других очень важных, интересных и взаимодополняемых проектах. Кстати говоря, все эти проекты измеряются сотнями миллионов долларов и евро. Что касается ЕДС, то мы содержательно готовы были бы работать с этой европейской экономикой.